Полувековой юбилей. Транспортные строители и железнодорожники отмечают 50-летие со дня начала строительства железной дороги Тюмень-Сургут-Новой Уренгой. Люди, чей труд вложен в километры стальных путей, новые города, вокзалы, локомотивные и вагонные депо, трансформаторные подстанции и другие важные объекты приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилейной дате. Торжества прошли в Тюмени, Тобольске, Сургуте. 12 июня специальный поезд прибыл на станцию района Карачаева. О том, как встречали ветеранов Севера, смотрите наш следующий сюжет. На станцию Карачаева прибывает спецпоезд. На перрон выходят уже пожилые, но очень бодрые и улыбающиеся люди. С первых минут становится ясно. Теплая встреча рады всем. Около 70 ветеранов, которые строили мощную транспортную магистраль Тюмень-Сургут-Новой Уренгой, приехали в Карачаево с особым чувством. Благодаря вашему самоотверженному труду железная дорога пришла сюда, на крайний север. Своей работой, своими делами, своими победами вы доказали всему миру, что невозможное возможно. Я верю и убежден в том, что то, что мы создали, наши поколения, предшествующие перед нами, дают только базу для будущего развития, для будущих поколений. Встреча первооткрывателей стала возможной благодаря усилиям и помощью Тюменской областной думы, главам городов Новый Уренгой, Сургут, Тобольск и Тюмень. Юбиляры искренне радуются встречи не только с жителями района, но и друг с другом. Вчера в Сургуте были люди со слезами на глазах, встречались, обнимались. Повторить эпохальный подвиг пионеров вряд ли возможно. Однако те, кто сегодня продолжает трудиться на стальных магистралях, тоже делают немало. В честь празднования, юбилейной даты и более двух десятков нынешних железнодорожников получили грамоты и благодарственные письма. Люди, которые творят на земле Уренгойска, на земле Ямайска, они тоже делают огромный подвиг и огромное свершение. И по-своему они тоже герои, продолжатели тех, кто был первопроходцами, кто был первооткрывателями. Они с удовольствием сажают деревья в аллеи, с интересом осматривают красоты карачайского храма и тематическую выставку, организованную в средней школе. К слову, образовательное учреждение уже год носит имя героя социалистического труда и легендарного начальника тюменстрой пути Дмитрия Карачаева. Подарок школе приходится как нельзя кстати. Значимым и ярким получилось еще одно событие. В честь 50-летия с начала строительства железной дороги и 30-летия общества Уренгой гидромеханизация в сквере открыт памятный знак. Символ единения транспортных строителей и гидромеханизаторов отныне и навсегда станет предметом гордости поколений. Ольга Полякова, Татьяна Стофеева, Богдан Жительев, служба новостей «Импульс». Продолжение следует... Продолжение следует...